Так капец, я весь отбивался, короче, как перед камерой Олег, просто, а просто волносился полный, все три, ну, счастье вышли из этого, ну, все уже, да, пошла эпоха, так сказать, лучи. Так вот, хочется рассказать барюшку следующее, дорогие друзья, мы продолжаем эпохею, начатую в прошлых программах, по поводу, почему мы перетягиваем первым слоем, вот эту ложечку, такую под нашу шелкографию, почему? Потому что есть разные аспекты, нет, два разных аспекта, один, первый, это слабая подложка, то есть, слабая шпаклевка или материал слабый, то есть, типа, ну, больше мела в нем, чем гипса, может быть, первый момент, да, А второй момент, это то, что, вот, приходим мы на объект, вроде бы и пошпаклевано хорошо, и не мелом, покрасили, ну, покрасили, как грунтовка с покраской одновременно, как бы так, красочка с грунтом, ПВА добавили, все как положено, жиденькое, все закатали, но, мы приходим к нему, там, через день, ну, получилось так, что через день мы пришли, да, или, когда, ну, получилось, у нас два дня, но за эти два дня, получается, здесь осела пыль уже на эту, на нашу, ну, грунтовку, так сказать, и мы столкнулись с такой бедой, что когда наносишь, ну, вот, наносишь вот так, раз, а оно, вроде как, подрывает его, только неизвестно, что это подрывается, либо с нашей, с нашего зонта, либо это то, что материал, который мы наносим, с пылью подъединился, и он же и катается, то вот, для того, чтобы не попасть в прессах уже на финишном слое, мы решили все-таки дать ему такой вот, еще больше ему, как бы, закрепить, уже жидким, нашим, ну, да, более разведенным, да, шелкографии, только немножко мы даже в нее добавили какой-то, по-моему, ты фасадку добавили, да, да, более крепкий, да, более крепкий, потому как бы от нее ожидать такого перелива шелка и нельзя, я его, Олег, уговорю, что чувствую, что-то не то, не могу словить эффект, он говорит, так там же краска фасадная, я все понял, хорошо, как сразу сказал, я бы мучился, я бы сказал, что он еще, когда взятил, не доверил попьевки, вот это нет, не, я все-таки склоняю, что это не дешка, это все-таки вот то, что на стенах пыль, хорошо, хорошо, есть момент такой, вот Олег говорит, скажи, может быть, это и оно, то есть третий момент, почему мы пошли на вот это, все-таки, если раньше мы использовали D60, акриловую шпаклевку, не будем делать черного пиара, что типа плохая, она не плохая, но получается, что в последнее время что-то в ней слабовато, то есть, либо акрила много, либо еще что-то, а что-то, или мало акрила, наоборот, какая-то номинованная стала, вроде как тот же стабил, только в профиль, понимаешь, что мы в прошлых передачах, что такое стабил, смотри в прошлой передаче нашей, под декор отделка стадиона, вообще, это вы попадете в такие деньги, что мама дорогая, оставайтесь с нами, байка по поводу того, что... Если вы сталкиваетесь вот с таким вот проблемой, с такой, что пришли, ну куда уже деться, ну стабил, значит стабил, да? Ну и слабенькая груза. Но хорошая выжатка, то получается, чтобы это все закрепить, возьмите просто очень хороший груз, туда еще добавьте для крепости, может, ПВАшку, и именно чистым грузом, а может быть, даже и не один раз, пока не перестанет, вот, как Олег говорит, вот вы трогайте его пальцы, а может быть, даже где-то ногтиком даже. Вот если... Помнишь, когда катаешь, чтобы не стало брать в лапу? Значит, ты говоришь, когда носит такое ощущение, как будто... А, да, 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 вот определять, как можно, что хорошая, ну, прогрутовалась, это то, что вот, когда уже материал мы носим, у нас есть время для игры вот этой, ну, получается, а сейчас мы наносим, такое ощущение, вроде, я его положил, убрал, и оно уже, все, влага ушла из него. То есть я даже не успею шелкографию, как бы, нанести рисунок. То есть вот еще, вот, раз, вот такое. То есть грунтовать нужно до тех, кто, ну, столько раз, сколько вот, чтобы у вас был момент такой, не впитываемости материала в стену, ну, по крайней мере, сильно быстрого впитываемости, потому что, как бы, нельзя сказать, что нельзя, не должно быть впитываемости. Вот постоянно она есть, это адгезия, там, прилипание, и неж должно походить. Аначе, как мы его нанесем, и будет оно служить постоянно. И как оно высохнет? Никак не высохнет. Вот такие вот, хотелось, в моменте, в ходе работы, вот мы уже столкнулись, вот мы о них, мам, еще и поветовали. Ну, побежище, вот то, что ты сейчас делаешь, как ты, на нем снял, на нем снял, ты ведь ничего там не рисуешь, не... Ну, я вообще не рисую, но, исходя из того, что вот, если чем больше мы ложим на материал, то, если видно, то можно просто, вот, как бы, выше, положил, убрал, положил, убрал. То есть, такой эффект, вроде, мы воск наносим. Вот, то есть, не возим, чтобы много на одном месте, а так, раз, и снял, и пошел дальше. И все. То есть, чтобы не давать ему момента такого нагрого. И не возвращался. Да, и не возвращался. Ну, как, если возвратился, то там, получается, у тебя будет немножечко поветка. Ну, а так, в принципе, просто перетягиваем его в ноль. Ну, и даем ему момент дополнительный, ну, пошли на такую, как бы, эффект, такой дополнительный игру, разведенный наш уже в финишной машине. Ну, она получилась, как подложка, только у меня. Получилась еще, как подложка в тот же цвет, что мы будем уже делать. То есть, нам уже и так хорошо, и так хорошо. Так что... Будет просто еще меньше расход материала. Так что, дорогие друзья, расход материала, конечно, мы этим уменьшили за финише. Потом... То есть, он не так будет быстро хвататься, и не будет у нас слез по поводу того, что мы не успеваем. Там, смотри, Олег, еще можно сказать, что, когда мы шпателями наносим, почему не валиками? Ну, во-первых, мы чувствуем, где у нас стенка, уже подготавливаемся. Да, валик он как? Продвижался, и все. А он шагринь не остается. А так мы катаем, вернее, проходим шпательно. Ну, может, где-то пропустили песчинки, там остается, там их сразу и тут убираем. Хотя мы придем на финиш еще раз погуляем, поэтому по нашему уже, допустим, уголки почистить, там где-то корявости, там еще что-то. А так, в основном, мы уже подготавливаем под себя уже идеальную поверхность. Так что, дорогие друзья, я уже остаюсь в эфире, только в следующий раз увидимся, все, бывают.